Передача украинского производителя газотурбинных установок и авиационных двигателей «Мотор Сич» в собственность государства не решит проблем завода и поставит на грань выживания экономику всей Украины. Такую точку зрения в эфире YouTube-канала Первый Казацкий высказал эксперт по экономике Всеволод Степанюк. В среду 24 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал постановление о национализации «Мотор Сич». В конце января этого года Киев ввел санкционные ограничения против бизнесменов из Китая, ранее выкупивших 56% акций концерна. 20 марта суд по постановлению СБУ принял решение о конфискации всего имущества компании и его дальнейшей передаче государственному агентству «Арма». Степанюк полагает, что своими непродуманными решениями украинская власть делает невозможным дальнейшее привлечение инвестиций из КНР и других стран. Поскольку дает понять, что инвестировать деньги в Украину опасно, суд может без правовых оснований изъять собственность. Китай – это самый крупный торговый партнер Украины. Если она потеряет рынок Китая, то я не знаю, что случится с экономикой, это будет просто катастрофа. Подчеркнул эксперт. Всеволод Степанюк также отметил, что такими инициативами Киев все более снижает вероятность возврата Крыма в лоно Украины. После национализации авиазавода китайцы теряют интерес к вложениям в украинские предприятия, начинают кооперироваться с Россией и в обозримом будущем могут признать Крым частью РФ. А если хотя бы одно большое и влиятельное государство согласится с тем, что Крым – российская территория, украинцам полуостров никогда не вернуть.